и вот я снова в доме нужно продолжать делать ремонт тем более что есть неделя свободного отпуска и что я хочу сделать я хочу начать опять делать бетонные полы так как вот соседних комнатах где арсений уже был в двух спальнях я уже это сделал а вот где у нас кухня предполагается где вот я разбирал печку здесь полы еще не сделано и забетонированы нужно убрать мусор разровнять поверхность просыпать песочком здесь свое время я делал шпалеру пилил уголки надо взломать минут эту бетонную поверхность и чтобы все было по уровню вывести все песочком просыпать и забетонировать черновой слой это вот задача номер один до курсик курсик уже здесь тоже свое время в этом углу я нашел змейку когда я здесь выносил кирпичи здесь у меня желтобрюх был вот но за это время последних за год с лишним здесь никто ничего не появился вот ну и потом я переберусь в кабинет и буду в кабинете то же самое делать уровне у меня выставлено и сейчас буду все ровнять выносить копать долбить пилить в общем работа будет идти и и и и и и Продолжение следует... 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 Надо будет просто это все разобрать и утилизировать. А здесь еще что-то глины намазано. Но кирпичи все растрескались, уже просто маленькими кусочками вытаскиваются. Вот это все надо мне убрать. Ремонт продолжается. Ремонт продолжается. Ремонт продолжается. И снова здравствуйте. Ремонт в моем доме продолжается. Сегодня 25 декабря. Рождество. Всех католиков поздравляю с этим праздником. Ну а до православного Рождества нужно подождать еще две недели. Пока есть возможность, занимаюсь ремонтом дома. Что я за это время сделал? Ну, скажем так. Я привел в порядок пол. Убрал мусор. Убрал старые деревянные балки, которые подгнили. И короед их там поел. Выровнял площадку. Вчера даже уже вечером прошелся таким утрамбовителем. Или трамбовщиком. Короче говоря, трамбовал песок. У меня электрического вибратора, такого трамбовщика нет. Тот, кто смотрел первые мои серии по бетонированию полов, наверное, видел, как этот механизм используется. Он сделан из подсобных материалов. Ну и в итоге я вот уже поставил направляющие. Проверил уровень, чтобы сделать насыпь из песка. Такую ровную мягкую подушку. И дальше буду уже стелить отсекающую пленку от влаги, чтобы от земли не шла сырость. Ну и пришлось еще немножко поработать с этой вот печкой. Я тут немножечко ее покурочил. Убрал очередные камни, кирпичи. Срубил перфоратором саманную такую, как заглушку. Не знаю, как это назвать. Ну и сейчас буду ставить маячки уже по уровню, нивелиром. И заносить песочек. Вот такая работа. Сейчас моя строительная площадка выглядит следующим образом. Вот эти CD-шки, UD-шки профиля для гипсокартона. Они у меня как направляющие. Я сейчас их поставлю на такие арматуры, на маячки. Выставлю все это по уровню. И буду сюда заносить чистый песок. И вот эту землю я протрамбовал. Здесь убрал все вот эти бетонные глыбы, которые у меня были. Превратил их в щемень. Вынес куда надо. И вот здесь тоже, где была раньше печка, снес кирпичи, срубил вот этот саман, который здесь был, как теплоизоляция. Вот. И стенка. Дальше вот остался толщину один кирпич. И там даже дырочка, это уже комната. Ну и вот здесь вот была выходная дымовая труба. И вот этот приборчик, с помощью которого я уплотнял грунт. Вот такая вот штучка из бревна акации сделана. И внизу такая вот платформа подошва, обита жестью. Все. Сейчас начну выставлять по уровню и заносить песочек. У меня включен уровень лазерный. И точка 0 отмечена по периметру. И сейчас мне нужно будет выставить по высоте вот эти направляющие, для того, чтобы песок уже ложился четко по одному уровню, где ямки там больше засыпать, где поменьше, для того, чтобы потом уже ровно делать бетонную первую черновую заливку. А сейчас вот я вижу, где у меня лазер стоит, и буду выставлять по уровню направляющие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА